Создание энергии добра и мира Создание энергии добра и мира Мы видим, что меняются условия жизни, они уже не такие, как, к примеру, 10 лет назад. Что в связи с этим изменилось в вашей духовной работе? Как конфессии реагируют на изменения в обществе? Меняется ли фактура взаимодействия с государством? Ну, прежде всего, традиционные религии для России, они, с одной стороны, такие консервативные в том смысле, что они во все времена сохраняют свою веру, свои традиции. Это важно очень. С другой стороны, конечно, мы живем в обществе, и это общество, оно меняется. Особенно это происходит в современное время. Очень быстро меняются условия жизни людей и всевозможные средства массовой информации и так далее. И поэтому необходимо нам давать четкие, адекватные ответы на современные вызовы. Мы видим, как влияют вот эти вот современные условия на развитие человека. Если, допустим, там 20 лет назад еще не было компьютеров, игр компьютерных, интернетов такого доступного, то и человек иначе развивался. А сейчас уже каждый ребенок уже умеет пользоваться всеми этими средствами связи, что, мы видим, очень плохо сказывается на детской психике и вообще на развитии человека как личности. Поэтому, конечно же, и мы предупреждаем и говорим людям о том, что не из всякого источника можно пить воду. Нужно выбирать те источники, которые полезны для человека. И одно и то же явление в жизни каждого человека может иметь положительное действие и отрицательное. Так и интернет. Мы все пользуемся им, ну, скажем, проповедь Святейшего Патриарха или какую-то информацию полезную, там, книги. Но и вместе с тем, если человек бесконтрольно, особенно в юном возрасте, пользуется интернетом, то последствия самые плачевные бывают. Случаев очень много. Мы знаем их. И поэтому мы должны давать ответы и рекомендации людям, как с точки зрения традиции религиозной относиться к новым явлениям в нашей жизни. Но есть и положительные примеры пользования интернетом, такие как, например, дистанционное обучение. Все зависит от того, как пользоваться им. Потому что, ну, вот, допустим, человек не имеет возможности приобрести книгу, скажем, полное собрание сочинений святителя Игнатия Бринчанинова, там, или толкование на Евангелие святителя Иоанна Златоуста. Или даже само Евангелие. Хотя сейчас это все очень доступно, но человек даже может ехать в транспорте, там, или сидеть в аэропорту, или в очереди к врачу, да, и открыть, и прочитать голову из Евангелия, прочитать, там, проповедь какого-то известного священника, да, то это, конечно, оказывает благотворное влияние на человека. Как мы называем это душеполезное чтение. Но зачастую ведь человеческое существо, так, личность устроена, что человека больше тянет к отрицательным явлениям, да. Ну, если провести опрос, хотя у меня нет таких социологических исследований, но я уверен в этом, что сравнить, вот, скажем, посещаемость, там, сайтов богословских, да, и каких-то, там, игр в интернете, там, или вообще каких-то, скажем, сайтов экстремистских, или совершенно бесполезных, даже вот эти, так называемые, социальные сети, люди признаются, что они включают компьютер, взрослые люди, не дети, и могут провести в пустых разговорах, в переписке со своими многочисленными друзьями 4, 5 и больше часов к ряду. Но это же просто уничтожение своего времени, ведь это время можно было посвятить общению с детьми, там, прогулке с ними, чтению, хотя бы классической литературы, не говоря уже о религиозной литературе. Поэтому вот наша задача людям об этом говорить, что не губите свое время. И даже в советское телевидение у нас была сказка о потере времени, вы помните наверняка ее, да, как человек, который проводит время праздно, а потом будет сожалеть об этом, потому что, ну, вот праздность, святые отцы об этом говорят, это мать всякого порока. Когда человек не занят ничем, то у него появляются худые мысли, а если худые мысли, то и худые поступки. Все начинается с малого, как известно. Сегодня здоровый и правильный образ жизни активно пропагандируется в духовных школах. Я знаю, что при Махачкалинской епархии действует и довольно успешно функционирует воскресная школа. Расскажите о ней. Да, главная задача всякого времени – это воспитание будущих поколений в традиции, в религиозной традиции. И поэтому для того, чтобы ребенок с детства знал основы веры и был воспитан в этой вере, имел опыт религиозный, что немаловажно, создаются при каждом храме воскресные школы. Это занятие, которое происходит в воскресный день после божественной литургии. Дети имеют возможность получать знания о вере, закон Божий преподается, история церкви. Ну и также развивающие сопутствующие предметы – это и рисование, и пение, подготовка к праздникам религиозным. Не так давно прошел конкурс республиканский в Доме дружбы, где дети из разных школ, в том числе и воскресная школа, представляли русские народные сказки. Очень замечательное мероприятие получилось. То есть ребенок развивается и вместе с тем получает необходимые религиозные знания. Потому что сейчас это очень актуальный вопрос. Мы постоянно говорим о противодействии экстремистским взглядам. От чего они возникают? От того, что человек с детства не был научен правильной религиозной традиции. Мне задают иногда вопрос, почему люди, относящиеся к христианской традиции, становятся экстремистами. У меня только один ответ на этот вопрос. Потому что они не были научены правильной религиозной традиции. Будь то исламская традиция, или христианская, или иудейская. Но ребенок с детства должен быть в ней воспитан. Если так будет происходить, то никакие заморские проповедники, никакие пропагандисты, никакое влияние интернета не сможет человеку вложить что-то отрицательное и экстремистское. Ну что ж, наши корреспонденты побывали в воскресной школе. И сейчас я предлагаю прерваться на небольшой сюжет и остановиться более подробно, посмотреть о работе этой воскресной школы. Внимание на экран. Полноценная жизнь любого православного храма начинается с духовного нарастного просвещения тех людей, которые туда приходят. И, безусловно, правильность деятельности этого прихода начинается с духовного нарастного просвещения в том числе молодежи. В нашем храме также существует воскресная группа, с которой мы занимаемся уже достаточно долгие годы. Это уже где-то середина 90-х годов. Она то возобновлялась занятия, то прерывались по разным причинам. Специфика занятий, она определяется, конечно, той группой, которую мы набираем. Но, как правило, это основа вероучения. Это разбор священного писания, потому что очень много точек преткновения именно в понимании правильного священного писания. Очень много неправильных трактовок этого священного писания. И здесь очень важно человеку задать этот ориентир правильный, чтобы он, читая, кто к чему призывает нас Бог, все-таки правильные какие-то для себя выводы делал и шел по своему жизненному пути, ориентируясь именно на правильный взгляд. К сожалению, современное общество и современный мир вообще, он многогранен и полон всевозможными путями, которые человека могут завести достаточно глубоко и далеко от Бога. Хотя ширма может прикрываться, ширмой быть именно как вера в Бога, исследование Его заповедям. И вот здесь очень важно с молодыми людьми, да и с людьми любого возраста, наверное, проводить такую работу. И наш храм в этом плане не является исключением. Православная церковь говорит, что счастье человека возможно только в единении с Богом. И вот здесь надо правильно понимать, что это за единение, как можно к Богу прийти. И одна из основных истин, о котором свидетельствует православная церковь, является очень простой истиной, что Бог есть любовь. И все, что подчинено в нашем мире, и все, что творится в нашем мире, подчинено этому закону любви. В первую очередь, христианство говорит о том, что любовь – это то ощущение, то отношение к другому человеку, которое подразумевает под собой некую жертвенность. С собой ради другого. Но, конечно же, очень сложной группой являются именно подростки, молодежь. Они еще, может быть, не имеют того опыта жизненного, который может иметь более взрослый человек. Но в них очень много желаний. И вот здесь очень важно правильно направить эти желания, эти устремления, которые внутри человека есть. Потому что, если этому человеку попадется на пути другой, который будет его желание и устремление ориентировать в несколько другую плоскость, то мы можем добиться совершенно противоположного эффекта, очень печального эффекта. Человек может думать, что он идет по Боге, то есть стремится к Богу, а на самом деле причинять очень многим людям боль. И вот именно с молодежью одна из самых главных трудностей – это попытка использовать ту внутреннюю, еще большую, огромную энергию в нужном русле. Попытаться ему объяснить, что ты со своей энергией, ты со своими желаниями и устремлениями можешь очень много принести пользу окружающим людям. Но с самого начала ты должен сначала принести пользу себе. То есть себя как-то просветить, себя преобразовать. И тогда ты будешь просвещать и преобразовать других людей. Хотелось бы пожелать людям, чтобы они немножечко, хотя бы немножко времени в каждый день, даже самые суетные в своей жизни, уделяли времени размышлениям о том, для чего он на этом белом свете существует. Что он может дать другим окружающим людям. Как он может помочь себе и окружающим. А через это к человеку придет и все те добрые качества, о которых говорит Господь. А самое главное – мир духовный, внутренний мир. Как было сказано, что основное внимание уделяется работе с молодежью и с теми людьми, которые немножечко неправильно понимают Слово Господне. Вот хотелось бы спросить, Зайнула Хаджи, у вас тоже при муфтияти, при духовном управлении мусульман Дагестана существует отдел просвещения, где проводится аналогичная работа. Можно несколько слов об этом отделе? И кто входит в число учеников и слушателей? Бисмилля. Альхамду лилля. Ассалату. Ассаляму ля. Ассаляму ля. Ассаляму ля. Ассаляму ля. Во-первых, мне хотелось бы по многим пунктам и согласиться с отцом Иоанном в плане отношения к новым технологиям. Действительно, я сложно не согласиться о том, что было им сказано. Интернет – это как всего лишь канал, проводник информации. Что мы, какую мы информацию затребуем, то он нам и выдаст. Поэтому говорить, что прогресс – это очень плохо или же очень хорошо – это такое двояко. Все зависит от того, с какой целью, с какими устремлениями мы подходим к новым технологиям, к средствам получения информации. Что касается работы Муфтията, да, действительно, там есть отдел просвещения, который занимается массированной такой просвещенческой деятельностью. Практически со всеми институтами, вузами и со школами, со многими школами достигнута договоренность о том, чтобы руководство школы допускало проповедников, работников отдела просвещения, предоставляло помещение, часы для того, чтобы ребята могли прочитать проповеди и дать самые необходимые, самые основные такие представления об исламе, о религии, о нравственности, в не меньшей степени. Стоит отметить, что некоторую пугливость руководствов, то есть директоров, эректоров вузов, некое такое, вот я бы не сказал, но какое-то опасение как будто бы есть. Опасение, оно, конечно, необоснованно, и они предполагают, думают, что мы какие-то семена закладываем им, то есть как бы уже им, дорожку им открываем для того же, скажем, экстремизма, фанатизма и так далее. Хотя на самом деле... Есть такие представления. Да, ну как они не представления, опасения, скорее всего, скорее всего опасения. Поэтому на самом-то деле своевременное просвещение, я бы сказал так, духовная вакцинация нашего общества, когда с самого начала им объясняешь самые азы, и все как на самом деле есть, это и есть мощнейшее противостояние экстремизму и терроризму и так далее. Поэтому хочется обратиться к руководствам, к соответствующим учреждениям, чтобы не испытывали вот этих опасений. И наша задача построить общество, располагающее высокими морально-нравственными характеристиками, воспитать общество с правильным взглядом на мир, с правильным отношением, чтобы люди жили, процветали, и чтобы наше общество было в мире, в согласии и так далее. Поэтому бояться не стоит, бояться не стоит, что здесь, что эта цель как-то не будет достигнута, или же что будут обратные результаты этого, бояться не стоит. Но тут только одна цель – духовное просвещение. Да, духовное просвещение, да. Какой здесь может быть еще подвох? Еще какую работу проводят? На время летних каникул практически во всех мечетях организовываются курсы, летние курсы по изучению основ имана, ислама, по изучению Корана. И здесь можно порадоваться. Очень много детей приходит. И за все время учебных летних каникул дети получают такую неплохую базу. получают. Отрицательно не сказывается на их образовании в дальнейшем, наоборот даже. И еще, я бы так сказал, кроме работы отдела просвещения, прямо в театре, каждый имам в пятницу в сотнях тысячах мечетей имам выступает с лекцией. Пятничная лекция – это уже на протяжении тысячи, более тысячи четырехсот лет. Традиционные пятничные поповеди. Пятничная проповедь, которая обязательно, каждая проповедь посвящена какому-то аспекту, морально-нравственному аспекту. Поэтому это тоже очень такой, надо отметить, что это тоже достаточно серьезная, большая работа. И, повторюсь, отдел просвещения работает, встречается с ребятами. У них там свои графики бывают, запланированные уже все практически на весь учебный год запланированные бывают встречи. Есть определенный список тематик, которые они обязательно должны поднять. Это морально-нравственное воспитание, это отношение к родителям, к преподавателям, отношение к знаниям как таковым. И вот самые такие основные аспекты за все время этих запланированных встреч они должны поднять, обсудить, рассказать и, естественно, ответить на вопросы. И в немалой степени, конечно, практически в каждой программе, так скажем, обязательно есть тематика, посвященная проблематике экстремизма и терроризма. То есть это заранее готовится программа, утверждается, значит... Конечно. Ну, я бы сказал, что, может быть, она в некоторой степени стандартная, но как методичность она, в принципе, не вредит. И по этой методике методично работают. Занилла Хаджи, это вы приводите такие классические примеры из работы отдела просвещения. Вот мне бы хотелось услышать от вас такой пример. Были ли случаи, когда вам приходилось сталкиваться с людьми с нетрадиционными взглядами на религию? Вот как строится работа с такими людьми? Ну, я в свое время работал в Центральной Джума-мечети на протяжении 15 лет. Конечно, мы с такими ребятами сталкивались. И сам факт прихода таких людей к нам и желание поговорить с нами, это вызывало, конечно, некую радость даже. Почему? Потому что... То есть они приходили к нам сами? Да, бывали случаи, приходили, спрашивали. И да, и была инициатива со стороны. Были научные такие диспуты и так далее. Но случаев в разах много было. И факт, что такие встречи были... Но чем они заканчивались? Ну, по-разному бывает. И я отмечу, что были в моей практике и положительные исходы. И было, что человек все-таки оставался при своих убеждениях. Во многом зависит от того, насколько человек готов и горит желанием действительно познать истину. И вот когда человек горит таким желанием и отличается некой такой объективностью, и непредвзято подходит ко всем тем фактам, которые излагаются, к тем аргументам, которые мы предоставляем ему, то отмечается положительный такой момент, отмечается некое пересмотрение, пересмотр своих взглядов. Такое есть. Такие случаи были часто очень... Я предлагаю сейчас снова прерваться на короткий сюжет и посмотреть о том, какие еще мероприятия проводит отдел просвещения при Духовном управлении Мусульман Дагестана. Мусульман Дагестан Мусульман Дагестан Отдел просвещения функционирует уже около 20 лет и был создан на базе Муфтеатра Республики Дагестан. Работа отдела просвещения заключается, исходя из нынешнего времени, заключается в том, чтобы донести в основном до контингента молодежи, что такое истинный ислам, и привести доводы, те или иные доводы, для того, чтобы они могли отличить истину от лжи. Так как сегодня и по сей день существуют такие группировки, и по сей день существуют такие же заблудшие секты, которые человека сбивают с истинного пути. Не проводятся данные лекции в школах, в вузах, в СУЗах, начиная даже со школ, заканчивая спортзалами или общежитиями. Отдел просвещения тесно функционирует с представителями власти. Мы совместно проводим встречи с наркоконтролем, с представителями правоохранительных органов, с комитетом по делам религии, с комитетом по делам молодежи. Очень тесная взаимосвязь идет, и я даже скажу, что очень плодотворная работа получается. Когда люди видят двух людей, то есть представителя светской власти и человека религиозного, когда они видят, что их мнения сходятся в истинности, то можно сказать, это является большим доводом, чем они приведут по отдельности. Во многих учреждениях и организациях просят подобные лекции проводить чаще именно потому, что после проведенных встреч, после проведенных лекций они видят то, что молодежь склоняется именно к истине. То есть никто не хочет сегодня, чтобы молодой человек взял оружие в руки и там сел смуту. Никто не хочет. И решением этому они видят то, чтобы с ними беседовала, так сказать, делегация, с ними беседовали люди, сведущие в истинном исламе и просвещали. Практически в каждом вузе, даже скажу, в каждой школе есть такие люди, у которых в большей степени неистинный ислам более просвещен. То есть они приводят те доказательства, которые не соответствуют на самом деле. Данная молодежь, и даже скажу, уже не молодежь, есть люди, которые, будучи взрослыми, они сходят с истинного пути, не обращаясь к на самом деле знающим людям, сведущим людям, к духовенству, к имамам и так далее, с этого пути сходят. И с такими людьми часто сталкиваемся, и это, можно сказать, больше мотивирует нас для того, чтобы данные лекции проводились побольше, чтобы этим молодым людям правильно показать религию, правильно ее предоставить, правильно ответить на их вопросы. Сегодня наш, так сказать, нравственный облик мусульман падает по той причине, что мусульмане, называя себя мусульманами от имени ислама, творят то, что к нему не относится. Я бы сказал, что на каждом молодом человеке сегодня лежит такая ответственность, ответственность именно их религии, не говоря уже о тех традициях, которые у нас, у дагестанцев есть, лежит ответственность религии, чтобы они изменили себя в лучшую сторону, и меняться, так сказать, меняться именно нравственно, чтобы их нравственный облик соответствовал их религии. Я помню, что мы и сами тоже, когда работали в мечети, мы нас тоже приглашали очень часто на встречи с студентами разных вузов, вот, и отмечалось, знаете, что отмечалось огромное, огромный пробел, огромный вакуум. То есть, много, наша молодежь очень многого не знает из религии. Очень много, казалось бы, что все мы, то есть, большинство нашего общества мусульмане, они, как бы, казалось бы, во многих вопросах просвещены, но, к сожалению, нет. То есть, существует, а, естественно, недостаток знаний влечет и недостаток и морально-нравственных ценностей. Можем ли мы тут в этой связи говорить о том, что вот одно дело – недостаток знаний, а совсем другое – есть ли желание получить эти знания? Ну, так и желание приобретать знания тоже стимулируется неким просвещением. Это же тоже нужно объяснить, для чего нужно стремиться к знаниям, для чего нужно знать о своей религии. То есть, достаточно выстроить какую-то такую простенькую модель, что человек проживает всего одну жизнь, и она ему дана для совершенно конкретного. Для того, чтобы он познал своего создателя в этой жизни и прожил ее в соответствии с теми законами и установками, которые, в принципе, сделают его счастливым на этом свете и дадут ему вечное спасение на том свете. То есть, когда человеку объясняют, что мир скоротечен, что жизнь, она скоротечна, и проживает ее человек только однажды, и что еще более ужасающе, что она может оборваться в любую секунду, эта жизнь, то есть, это человека мотивирует на некое размышление о том, что действительно неплохо бы призадуматься о том, как я ее проживаю. И как мы видим из данного сюжета, эта система работает, потому что вы слышали о том, что сказал лектор отдела просвещения, он сказал о том, что многие лекции принимаются с благодарением. Да, с неким радушием, с благодарностью. Очень много после лекции поступает очень много интересных вопросов, как правило, и это говорит еще о чем, это говорит о том, что действительно людям, ребятам интересно знать и восполнять пробелы свои. Ну, по сути, все мировые религии выполняют одни и те же задачи, направленные на мир, на созидание, на единство. Есть ли какое взаимодействие между конфессиями, что-то, что можно назвать общим делом трех религий? Борис Абрамович, к вам вопрос. Спасибо. Ну, отвечая на ваш первый вопрос о том, как изменилось в обществе взаимодействие между религиозными организациями и государственными учреждениями, здесь можно заметить заметную консолидацию общества с религиозными организациями, государственными учреждениями перед угрозой международного терроризма и экстремизма. И действительно, в последние годы наметилась такая тенденция, что очень много совместных мероприятий проводятся именно вот в этом направлении, в этом взаимодействии трех религий, государственных учреждений, общественных организаций под руководством Комитета по свободе и совести и взаимодействию с религиозными организациями. И действительно, главное нам всем представителям трех конфессий довести до общественности, в первую очередь до молодежи, что суть всех трех религий одна – это творить добро, не делать ближнему своему того, что нежелательно самому себе. Эти идеи и доводят представителей религиозных организаций, общественных организаций и государственных учреждений в совместной работе. Мы очень близко сотрудничаем и с Махачкалинской епархией, и Муфтиатом, проводим совместные мероприятия. То есть не по отдельности мы общаемся с молодежью, а в лице представителей трех религий – и в вузах, и в колледжах, и в школах. И здесь хочу вот действительно подчеркнуть слова, сказанные за НЛО и Хаджи. Действительно, вот последние годы очень активно проявляют себя работники отдела просвещения Муфтиата. Это очень подготовленные, просветленные лекторы, которые доводят до молодежи истину религии. И ребята очень так заинтересовываются, задают вопросы. Я также и педагог, работаю в Республиканском многопрофильном лицее. И в данном случае мы сразу поняли, что нужно взаимодействие именно с отделом просвещения, а вот не пугаться этого. Чем наши дети и молодежь это где-то в подворотнях будут слушать, и искаженную суть религии, они должны это от истинных работников культовых заведений-то слышать, от традиционных представителей. Это во-первых. Во-вторых, нужно сказать, что государство тоже очень большое значение придает вот этой работе совместно с религиозными организациями и общественными организациями. Доказательство тому, что в Дагестане уже стал традиционным международный, межрелигиозный молодежный форум, который объединяет молодежь всего Северного Кавказа и других регионов Российской Федерации. И, естественно, вот там молодежь в общении, представители всех трех конфессий, действительно лучше узнают друг друга, общаются и, естественно, становятся братьями во всех отношениях, что всегда было характерно для нашего многонационального, многоконфессионального Дагестана. Вот старшие это хорошо знают и помнят. А вот последние 20-30 лет после перестройки, вот провал воспитания, вот дало то, что мы сейчас наблюдаем, пожинаем вот эти плоды. И поэтому, недаром выступая в своем обращении к нации, Владимир Владимирович Путин 1 декабря, кроме экономических вопросов, кроме вопросов, связанных с защитой государства, акцентировал внимание на школе, которая должна закладывать воспитание, значит, молодому поколению и давать глубокие знания, а не то, что сейчас в последнее время мы имеем, что школы становятся как бы предоставляют образовательные услуги и теряются основная роль воспитания. И речь, очевидно, шла не только о светском образовании. Это естественно. О тех духовно-нравственных ценностях, которые мы должны прививать подрастающему поколению. Опираясь на высказывание Дмитрия Лихачева, значит, Владимир Владимирович как раз таки акцентировал на это внимание. И, видимо, сейчас все общество еще больше повернется к воспитательным моментам. Во-первых, это воспитание идет в семье, в школах, в детских садиках, в вузах. И поэтому вот эти моменты нельзя упускать. Что касается нашей иудейской общины, здесь тоже нужно подчеркнуть, что активизировалась работа иудейских общин и Махачкалы, и города Дербента, и Буйнакска, и Хасавюрта. Как раз таки на этом международном форуме были представители молодежи всех этих городов. И, кроме того, Пятигорска, и даже Грозного. В Грозном тоже восстанавливается иудейская община. Вот Рамзан Кадыров очень большое внимание тоже уделяет для того, чтобы представители всех религий проживали в Чеченской республике. И, естественно, мы тоже большое внимание уделяем на патриотическое воспитание молодежи, через даже религиозное образование. Синагоги города Дербента, которые являются одной из самых старинных синагог не только на Северном Кавказе и в России, открыт музей боевой славы и, естественно, исторический музей. Кроме того, в июне месяца этого года на иудейском кладбище открыт мемориал павшим в Великой Отечественной войне «Бессмертный полк», где вписаны 1472 фамилии погибших, и этот список продолжается. На открытии этого мемориала были представители всех трех конфессий – и мусульмане, и христиане, и иудеи, и руководители республики, и представители мэрии города, и гости. Это было очень трогательно, это очень действительно к тому, к чему мы должны стремиться, поддерживая друг друга. И, конечно, нужно отметить большую работу Ирины Михайловой, представителя города Дербента, которая издала монографию более 500 страниц, она называется «Горские евреи. Великой Отечественной войне». То есть, если во всех, как говорится, конфессиях будут еще больше акцентировать внимание на той роли, которую наши отцы сделали в Великой Отечественной войне. И, естественно, на сегодняшних событиях наших героев, которые, дагестанцы герои, вот в борьбе против терроризма отдали свои жизни, как герой России Нурмагомед Нурбагандов, который не был сломлен, обычный парень, значит, естественно, он перед угрозой очень был тверд и сказал «работайте, братья», и дал импульс для дальнейшей вот этой работы. Вот на таких примерах мы должны воспитывать нашу молодежь и через образовательные учреждения, и через религиозные учреждения, и через государственные и общественные организации. Немаловажный момент, что при синагоге активно готовится к открытию школа, специализированная школа, где будут обучать детей. Вот я предлагаю посмотреть следующий сюжет, где подробнее говорится и об этой школе, и о других мероприятиях, к которым готовится синагога города Дербента. Мы присутствуем в молебном зале, где в 2009 году старый стоял молебный дом. Катаклизмы при его природе повлияли так на здание, что оно в течение 100 лет прошло негодность. Здание было в 500 квадратных метров. Мы по этому параметру, по этим же сантиметрам, сантиметрам построили вот новое здание, где мы сегодня сейчас находимся. Значит, что здесь? Посредине у нас это такое отверстие большое, сверху покрыто, на крыше покрыто стеклом. Это выход к священному, выход к Богу. Мы верим Богу, поэтому мы с Ним имеем общение. Вот через этот выход. Наш девиз такой, мы должны устроить так, чтобы прихожанам было уютно и приятно. У нас за это время, 14-й, 15-й, 16-й год, конец 14-й, посетило почти 50 стран мира, в том числе и делегации. Для того, чтобы общине было легче, мы попросили администрацию города пойти на встречу общине, разрешить нам организовать детский сад. Администрация пошла на эту встречу, и мы при общине сделали муниципальный детский сад на две группы. С сентября месяца у нас начал работать воскресный клуб. Это собираются дети, 60 человек до 5-6 класса, то есть не взрослые дети. Вот Москва дает информационное письмо, где написано, по проекту всех детских воскресных клубов, преподаватель нам выделяет преподавателя иврита, преподавателя по традиции, преподавателя по английскому языку, преподавателя по пению, преподавателя по танцам, преподаватель театр-студия и администратор, который будет заниматься этим делом. Мы запросили, можно что-то, значит, что-то из этого где-то поменять, нам разрешили. Наши женщины, интеллигенция наша, решила при общине создать женский клуб. А когда мы услышали о том, что женщины хотят сделать клуб, мы выбрали почти 300 камазов земли, увеличили высоту цокольной части и построили нечто другое. Когда наши женщины пришли туда и увидели, что у них есть где сидеть, заниматься, попить стакан чая и обсуждать свои вопросы, тогда пришло предложение, давайте мы создадим музей. В музее мы решили сделать портретную галерею тем людям, которые ушли на фронт. А ушло из 12 тысяч терминцев, ушло 1800 человек нашей национальности. И вот когда приезжает к нам делегация, особенность Израиля, стоят женщины, и когда они видят здесь своих близких, родственников, друзей, товарищей, соседей, знакомых, они начинают, многие из них слезы, идет ностальгия подербентов, вспоминания идут. Действительно, просветительная работа на базе культовых организаций – это очень большое дело. И, естественно, вот это и несет энергию мира нашу молодежь, вот как и называется наша передача. И несколько вслух хочу сказать, что в ноябре также была встреча с молодежью города Каспийска в энергетическом колледже. Там были представители всех трех конфессий, были представители администрации города Каспийска, которые отвечали на все вопросы, которые интересуют молодежь. А буквально недавно прошла встреча, тема которой была патриотизм 21 века – это потенциал современной молодежи в автодорожном колледже, где также мы, представители всех трех конфессий, встречались с молодежью. Вот именно работа в таком направлении даст свои ростки. И мы должны именно восполнить вот эту потерянность за последние 20 лет в воспитательной работе. И только вместе, во взаимопонимании, взаимной поддержке, мы можем справиться с этой важной жизненной задачей для всех нас. Абсолютно с вами согласен, Борис Абрамович. Будем считать, что это было пожелание нашим телезрителям. И я бы хотел обратиться к остальным участникам нашей программы. Я в согласии с Зайновой Хаджи и с Борисом Абрамовичем хотел бы обратиться как священник ко всем людям. На самом деле жизнь человеческая, она очень скоротечна. И наше современное общество, оно так устроено, что оно не дает человеку возможности и времени остановиться и подумать о вечности. Потому что все это, и средства массовой информации, и взаимоотношения даже между людьми, они поменялись. И человек больше думает, как ему обеспечить себя, свое существование, как ему кажется достойное. Забывают о самых главных вещах. О том, что ничего мы не возьмем с собой в будущее из того, что нас здесь окружает. Есть такой, значит, праведный Иов, многострадальный его называют. К нему принадлежат следующие слова. Наг, я в этот мир пришел, наг, я и уйду. Поэтому хочется всем пожелать, особенно молодым людям, потому что когда мы молоды, нам кажется, что у нас еще вся жизнь впереди, и нас это ничего не касается. Нет, молодость, она быстро проходит. И потом у людей, которым 40, 50, 60 лет, бывает обидно за то, что они свою жизнь прожили не так, как хотели, что сделали много ошибок. И поэтому, пока молоды, посейте добрые семена, потому что вам придется очень скоро сжать их. Спасибо. Зайнула Хаджи, ваши пожелания. Ну и действительно, этому бурно развивающемуся миру с потоком разной информации надо что-то противопоставить. Противопоставить можно только то незыблемое, что у нас есть в религии. Это вечные ценности, стремление к богопознанию, стремление к духовному обогащению. Вот, только это. И тогда и отношения, вот действительно, тоже хочется подметить, что отношения людскими, даже отношения в масштабе одной семьи уже не те, как что были раньше. И все причиной там, опять-таки, тот же интернет, современные гаджеты и так далее, нету живого общения, что тоже очень плохо. Вот. И это тоже одна из проблем, тоже одна из задач, которые нужно ставить перед собой, решать, чтобы было именно вот живое общение. Это позволит себе привести анекдот, который сегодня рассказывается, что человек рассказывает, говорит, вчера не было света, отключили интернет, пообщался, говорит, с семьей. Замечательные люди, оказывается. Ну что, спасибо, друзья, что вы пришли сегодня на встречу. Я благодарю вас от имени наших телезрителей, от себя лично, что нашли время в своем плотном графике. Мы надеемся, что подобные беседы способствуют объединению усилий последователей различных вероисповеданий и представителей разных национальностей в борьбе против глобальных угроз, несущих беды всему человечеству, в первую очередь.